Куда ушли, Яков Батин? Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня 18 января, мы находимся в межрайонном административном суде по административным делам Челандзарского района по поводу иска граждан Шарапова и Журавлёвы к ответчику Хакимяту города Ташкента в признании незаконным решением Хакима от 2018 года за номером 243 выделение земельного участка под строительство жилого комплекса застройщику Рим Констракшн. Вот мы сейчас были в суде, в первой инстанции, суд прошел, вот мы хотим поделиться впечатлением, так как мы сегодня, судья отклонил, Михлеев, вот пожалуйста прокомментируйте представителя, ответчика, заявителя. Добрый день, ну по сегодняшнему процессу определенно было понятно, то что ни сотрудники Хакимиата, то есть ответчик сотрудников Хакимиата не предоставил всех достающих документов, которые должны были по нашему требованию предоставлены. Вот, и соответственно много было отказов по нашим хазатайствам, где мы просили, чтобы по 36-й статье, где они вовремя не воспользовались своим временем, и срок давности истёк их этого решения, где они сроки все абсолютно нарушили, это наше хазатайство тоже отклонили. Что еще вам сказать? Сотрудники третьих лиц, которые приглашал судья, сотрудников кадастра, городского управления, тоже не пришли. Как бы отписались письмом, то что якобы все документы находятся в городском Хакимиате и просят принять участие вообще без, точнее просят провести суд без их участия. Вот, ну и соответственно, мне кажется, что судья был не беспристрастен к этому судью в заседании. Он больше склонялся на стороны ответчика и третьего лица заинтересован со стороны тоже ответчика. Пожалуйста, наш адвокат. Добрый день всем. Ну, очередное административное дело и очередное возмущение вообще процессом, как он проходит, как не соблюдаются процессуальные нормы, что касается заявлений граждан против Хакимиата города Ташкента. Какая-то глухая непробиваемая стена существует. Судьи вообще изначально склоняются в сторону Хакимиата, не слышат ни наших ходатайств, ни наших заявлений, нарушают наши процессуальные права. Мы даже вынуждены были в связи с нарушением наших процессуальных прав заявить отвод судья. Но, тем не менее, судья продолжил поверхностно, не вникая в суть документов, не выявляя нарушения, которые были со стороны Хакимиата города Ташкента при выделении семейного участка о Dream Construction. Судья не вникал. Ему было видно, что изначально известен исход данного дела. Интересы граждан, интересы жителей находятся, как всегда, в ущемленном состоянии. Мы установили факт, сам Хакимиак признал о том, что собрание жителей по вопросу выделения земельного участка и строительства комплекса не проводилось. Нет ни одного документа, свидетельствующего об этом факте. Тем не менее, судью это не интересовало. Он все сводит к вопросу компенсации, что людей интересуют денежные средства. А люди хотят сохранить свои дома. Люди хотят жить там, где они жили на протяжении десятилетий. И они имеют на это право. Они не безмолвные. Они хотят высказываться и хотят, чтобы их мнение было учтено, что предусмотрено статьей 10-11 градостроительного кодекса, на которую суд совершенно не обращает никакого внимания, как будто она не существует. Интересы граждан должны учитываться. Они должны быть уведомлены перед вынесением решения Хакима. И они должны согласовывать выделение земельного участка для определенных целей определенному застройщику. Но почему-то нас не слышат или не хотят слышать, что больше мы склоняемся к этой версии. Но, конечно же, мы будем идти до конца. Мы не успокоимся. Мы будем действовать по нескольким направлениям. Это только первый наш этап. Надеюсь, увидимся дальше. И мы расскажем более приятные новости, чем сегодня. Но мы не сдаемся. Это для меня, как для адвоката, естественно. Вот сегодня процесс показал подтверждение слов президента. На 16 января на Селекторном Собрании глава государства снял Хакима города Ашкента и ряд некоторых Хакимов в связи с тем, что главная проблема была, кроме коллапса энергетического, здесь что была проблема... До сих пор не разработали генплан. До сих пор выделяли земельные участки без каких-то планов, без согласования жителей. И много недовольствия со стороны жителей к решению Хакима и на суде, компетентность судей Республики Узбеки также показал, что судья поверхности односторонний вынес решение, которое в сторону... Не учит его интереса. Да, вот касательно судья, например, сейчас сказал, что у нас, у граждан, нет права теперь, оказывается, оспаривать решение административно-газмогарственных органов. И это оспаривать решение может только там кадастры или, например, прокуратура. Ну, какие-то такие дела. И при этом он как бы сказал, что у нас, граждан, есть только право в гражданском суде воевать за компенсацию. То есть мы не можем сами решать вопрос, где нам жить. И когда я судью спросила, вот сейчас, в такое время, когда мы пережили тяжелейшее время, когда даже в наших двухэтажных, одноэтажных домах не было ни газа, да, свет постоянно отключался, как на этом месте разрешать строить какие-то двадцатиэтажные дома, а не как будут снабжаться. Вот. И при этом говорят, что у нас, у граждан, нет никаких прав. Извините, у нас не муниципальное жилье, у нас частное. У нас частное жилье. Частное жилье. Если бы государство дало, тогда бы другой разговор. И по поводу суда я хочу сказать, что, конечно, вот этот адвокат Хакимияток постоянно путался, постоянно отвечал мне на те вопросы, а судья ему помогал, как надо, он направлял. Он говорил, вы разве вот это хотите сказать? Вы разве вот конкретно вот это? Вы разве не вот это хотите сказать? Он просто подсказывал. Это было явно. То же самое Хакимияту. Да, Хакимияту. То, о чем я изначально говорила, что воздействие административного ресурса колоссальное по таким категориям дел. Мы сталкиваемся, как адвокаты, с этим постоянно. В каждом процессе против Хакимията одностороннее, несправедливое, незаконное и такое предвзятое отношение. Действительно, судья прямо помогал и направлял своими словами показания Хакимията. Давал направление, как правильно отвечать. Это вызвало смущение. Тем не менее, никакой реакции со стороны суда нет. Он продолжал действовать в том же ресурсе. Значит, что у нас? Судьи, да, они оплачиваются со стороны государства, да? Они тоже считаются, они получают оплату из наших налогов. Извините, но административный ресурс так подавляет наши суды, что они фактически как стали... Административный ресурс тоже из наших налогов оплачивают. Да, и административный ресурс, несмотря на то, что оплачивается из наших налогов, но такое ощущение, что судьи как сотрудники Хакимията себя ведут, когда защищают интересы Хакимията. Не защищают приоритет, как бы по закону. Да, но ощущение, что как будто бы это адвокат Хакимията, Хакимията, а не судья. На данном процессе, например, даже практически не было переводчика. Судья сам зачитывал те документы, которые были предоставлены не явившимися сотрудниками государственных органов. Например, в БУС не пришел, архитектура не пришла, прислали по почте какой-то документ. И судья зачитывает этот документ вслух, потом сам же пытается его перевести. Как только судья зашел на процесс, он сказал, у нас сроки, и уже изначально было ясно, что сегодня решение вынесется, и никакие наши ходатайства не будут приняты. Потому что он сказал, у нас срок, все. Спасибо всем. Здесь у нас активисты с города Ташкент, которые пострадали от застройщиков, от незаконных решений Хакимията. Это Ташкент-то пострадали. Да, это Яко-Сарайский район, Юносабадский район, Мирзоулубецкий, Яшнабадский. Поэтому всем спасибо за поддержку. Мы будем продолжать борьбу. Удачи. Спасибо. Отсюда вы не петуток нету. Спасибо.